Слава, слава! Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Две части будут. Первая – это духовный возраст. Я бы обозначил первую часть как духовный возраст, питание и воспитание. Этих два слова имеют общий корень. Потому что человек есть то, что он ест. Духовный возраст зависит от питания, и в то же время питание определяет духовный возраст. Дети питаются одним, взрослые питаются другим. Меню или рацион питания, если ты просто посмотришь, даже не знаешь, кто питается, ты скажешь, это детская кухня, молочная пища, а вот это вот стейки, грили, вот это все – это совершенно другое. И поверьте, кроме физического питания, материального питания, если мы говорим о духовных вещах, то есть духовное питание. Если проще говорить, это тематика наших проповедей, это тематика наших семинаров, конференций. Чем мы кормим людей, и мы должны на это делать очень серьезный акцент. Мы все в развитии. Вера тяготеет к совершенству. А совершенство – это потенциал безграничного развития. По мере возраста мы переходим от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. Лично для меня духовный возраст – это процентуальное соотношение божественного и человеческого в нашей природе. Духовный возраст – это процентуальное соотношение божественного и человеческого в нашем естестве. Чем мы моложе во Христе, тем меньше у нас божественного и больше человеческого. Младенцы во Христе – это плотские христиане, и мы должны понимать это. И вещи называть своими именами. Младенцы во Христе – это когда в этих людях минимум божественного и максимум плотского или человеческого. Плотское мышление и соответствующий образ жизни. Следующий принцип – как я мыслю, так я и живу. И чем мы старше во Христе, тем больше в нас божественного и меньше в нас человеческого. Когда генетика духовная начинает преобладать над генетикой физической. Чем больше откровения о Христе, тем глубже реформация нашего сознания. Меняет наше сознание не проповеди. Наше сознание кардинальным образом меняет откровения. Что такое развитие? Развитие – это не тогда, когда тебя успокаивают, мотивируют, обслуживают. Проповеди воскресные, они рассчитаны на ободрение, на мотивацию. Но это мы и так, как бы, в новом поколении, мы здесь, как бы, ну, позволяем себе воскресные проповеди превращать в тяжелокалиберные откровения. И многие даже этого не понимают. И говорят, где же нормальная проповедь воскресная? Если вы послушали Йонгичо, который семь раз говорит о воскресенье, это наставление, это Божья любовь, это благодать. Мы как-то по-другому устроены, и нам времени, кажется, мало. У нас на неделе нет такой интенсивной церковной работы, поэтому мы хотим воскресное служение сделать таким комплексным и так далее. Короче, ну, пункт следующий. Наше развитие и наш рост зависит не столько от проповеди, сколько от откровения. Потому что каждое откровение, оно тебя поднимает на этап выше и на ступень выше. И ты развиваешься. Чем старше мы во Христе, тем больше у нас божественного и меньше человеческого. Именно возраст и вот интенсивность возраста определяет откровение. Причем откровение о Христе. А откровение о Христе, они дают тебе ключ к самопознанию. И ровно настолько, насколько ты знаешь Иисуса Христа, ровно настолько ты можешь знать себя. Потому что мы во Христе, мы зависимо, взаимозависимы. Чем больше откровение о Христе, тем глубже реформация нашего сознания. Насколько меняется образ мышления, настолько преображается образ жизни. Вот почему мы должны позаботиться иметь Бога не только в сердце, но и в нашем разуме. Бог должен работать не только над нашими эмоциями, над нашими чувствами. Господь должен работать над нашей логикой, над нашим мышлением и, в конечном счете, ум Христов. Тот человек, который заботится иметь Бога в разуме, он однажды будет иметь ум Христов. 1 Коринфянам 13.11 Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслял. И по-младенчески поступал. А как стал мужем, оставил младенческое. Как мыслишь, так и поступаешь. Мыслишь по-младенчески, поступаешь по-младенчески. Мыслишь по-взрослому, поступаешь. Оставить младенчество, это значит, оставивши начатки учения Христова, Поспешить к совершенству. А совершенство наше во Христе. Кредо любого зрелого мужа Божьего – это максимум божественной природы в естестве, о чем Павел однажды сказал Галатам 2.20. Не я живу, но живет во мне Христос. Живет. Значит, управляет. Вот она вершина совершенства. Откуда открываются неведомые горизонты вечности. Чем выше откровение, тем дальше ты видишь. Следующий пункт, следующее откровение. Высота определяет горизонты. Чем примитивнее, чем мизернее откровение, тем меньше твои горизонты. Чем выше откровение, тем выше, тем дальше ты видишь горизонты, а значит, это горизонты твоего влияния. Вершина совершенства. Кого-то они манят, будоражат, влекут, а кому-то они безразличны. Кому-то по сердцу уютные солнечные поляны. Речь идет о хронических младенцах во Христе. Насколько этот возраст может быть прекрасен, настолько же он может стать опасным, потому что затянувшееся младенчество – это уже болезнь. Насколько младенчество может быть прекрасным, настолько же оно может быть отвратительным и опасным. Вот почему возраст привязан ко времени. Следующий пункт. Возраст и время. Всему свое время. Время быть рождаться, время быть младенцем, время быть отроком. Всему свое время. Евреям 5, 12, 14. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Суровая реальность, питаемый молоком, не сведущий в слове правды. Это означает, что начатки учения Христова и слово правды это не одно и то же. Сегодня тысячи христиан, познав начатки, Бог меня простил, Бог искупил. И не развиваясь, они невежды. Почему? Потому что начатки учения Христова и слово правды это не то же самое. Так же, как букварь, не то же самое, что высшая математика. Не сведущий в слове правды, это диагноз серьезный. Хроническое затянувшееся младенчество или плотское христианство, утвержденное лишь в начатках учения Христова, обрекает нас на дремучее религиозное невежество. Если младенец, плоской христианин, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, такие, как правило, становятся сведущими в другой области, в другой сфере, в сфере домыслов, предположений, ложных стереотипов, о чем Павел предупреждает офисианам 4.14. Младенчество, дабы мы не были более младенцами, младенчество, надо стремительно проходить и оставлять его. Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеком, по хитрому искусству обольщения. Младенцы могут оказаться легкой добычей всякого обольщения и лукавства. Вот где кроется опасность хронических младенцев. Им недоступно слово правды. Вот возьмите, это очень неприятная истина, но она истина. Младенцам недоступно слово правды. Потому что это понятно. Начни сейчас, младенцу рассказывать, что такое синхроспозатрон, начни говорить, что такое обогащение урана, начни говорить, что такое ядерное оружие, начни говорить, что такое спутниковая связь. Он ничего не понимает. Это опасно. И в этом случае они становятся легкой добычей обольщения обмана. Человек есть то, что он есть. Молоко или твердая пища. Следующий пункт, просто подчеркните. И старайтесь, когда я сейчас говорю, для самих себя определять вот эти логические блоки, которые можно разбивать. Молоко и твердая пища. Рацион питания. Для каждого возраста свой рацион питания. Свой рацион питания. Судя по времени, вам уже пора было бы повзрослеть и поменять меню от молока, перейти к твердой пище. Следующий практический смысл. Никогда не бойтесь давать своим ученикам или своей группе пищу потверже. Нельзя себе объяснять. Они ничего не поймут. Иисус Христос, это идеальный учитель. Он так часто говорил то, чего люди вообще не понимали. Но Иисус рассчитывал работать на подсознание. Сейчас не уразумеете, уразумеете после. Если мы сами себе начинаем объяснять, что эти дебилы, уроды, ограниченные люди, которые вообще ничего не понимают, дикари, если ты их так называешь, они такими и будут. Настоящие психологи, эксперты, мудрые люди, они говорят, нельзя с детьми разговаривать, как с детьми. Разговаривая с детьми, как со взрослым человеком, и ты увидишь о его развитии. Потому что он это будет воспринимать намного все глубже. А когда мы решили взрослую пищу давать, мы можем очень серьезно опоздать. Судя по времени, от молока переходить к твердой пище. Подчеркните, что это принцип развития, это принцип разумной педагогики. От молока переходить к твердой пище. И в нашей проповеди не всегда должно быть все так разбавленное, анекдотично, юмористично. Лайтовая такая подача. На лайтовой подаче ты не обеспечишь интеллектуального развития, духовного развития. Всегда должна быть интрига, всегда должны быть тайны. Всегда должна быть обязательно какая-то, вот такой ты забрасываешь мысль, о которой человек должен думать. От молока переходить к твердой пище. 1 Петра 2, 1, 3. И напоминаю, тема, духовный возраст, питание и воспитание. Каково питание, таково будет у тебя и воспитание. Если у тебя будет молоко, у тебя будет молочное воспитание. Ты от этого молочного христианина не будешь требовать евангелизма, ты не будешь требовать ответственности. Дети никогда, ни за что не отвечают. И здесь практический смысл. Если мы бесконечно, уже 20 лет, кормим людей молоком, и говорим, что они ничего не делают. Да потому что. Дети никогда ничего делать не будут. Они будут вокруг себя, капризные христиане, вращать весь мир. Взрослый человек отвечает за что-то. Момент истины, запишите. Чем отличаются дети от взрослых? Момент истины, ответственность. Дети безответственны. Именно ответственность отличает детей от взрослых. Дети ни за что не отвечают. Они могут ползать, кричать, капризничать и заснуть на этом же месте. Им по барабану. Как там вокруг все. Детей не интересует, где деньги брать. Детей не интересует. Взрослый спрашивает, откуда молоко берется? Он говорит, из коровы. Детей, ребенка спрашивает, откуда молоко берется из холодильника? У детей другие ответы. У детей другие откровения. Вовремя надо, запишите. Мы должны вовремя переходить от молока к твердой пище. 1 Петра 2, 1, 3. И так, отложивши всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, младенцы, словесное молоко и возрастание. Это надо все связать в одну логическую цепь. Вот семинары для рождения свыше, вот семинары для новообращенных, и мы должны, вот эти семинары, вот эти молочные, мы должны вот эту площадку, начатки учения Христова, превратить в стартовую площадку для возрастания, для возрастания. Учебная программа, извините, в школе, программа первого класса отличается от второго класса, третий, там все продумано. И мы должны в духовном отношении точно так же обеспечить это развитие. Возрастать, запишите, это означает обеспечить правильное питание и воспитание, а значит развитие. Каково питание, таково будет и воспитание. Тверже пища, тверже будет дисциплина и воспитание. Чем мягче будет, тем будет безответственнее наше воспитание. Мудрые родители вовремя отнимают ребенка от груди и учат их ходить собственными ножками, невзирая на их капризны, всему свое время. Это когда ребенку там несколько месяцев, это нормально, когда он на груди матери, а когда ему уже 35 лет, и он все на груди, на той же самой лежит и старается что-то делать, это уже извращение. Поэтому мы должны вовремя отнимать ребенка от груди. Слышите? Подчеркните и постарайтесь его мотивировать и объяснить с позиции вашего опыта. Бытие 21.8 Дитя выросло и отнято было от груди. Авраам сделал большой пир, когда Исаак был отнят от груди. Успокойте мать и пусть ее грудь отдохнет. Дитя выросло и отнято было от груди. И Авраам сделал большой пир, когда Исаак был отнят от груди. Мы должны вовремя от молока переходить к твердой пище. Даже в природе орлы вовремя выкидывают орлят из гнезда. Хотя, и поймите такое, это добровольно принудительная процедура. Не дети должны руководить родителями, не капризы должны диктовать, что вам делает мудрый родитель. Вопреки капризам, переводит ребенка из одной категории в другую. И мы как духовные педагоги, как наставники, мы должны понимать, что капризы будут. И много людей думают, а что им не, а как? А ничего. Когда ребенка отнимают от груди, он радуется? Это Авраам радовался. А ребенок плачет. Ну и что пусть плачет? Писать меньше будет. Поэтому здесь мы должны идти сквозь эти капризы. На самом деле это великий праздник, когда взрослеют дети. Запишите. Это большой праздник, когда взрослеют дети. Когда младенцы становятся отроками. Это уже не материнская грудь, а воспитание отца, который берет его с собой на прогулку, на работу, на охоту, воспитывает его характер, настойчивость, дает себя в пример, подражая отроки, познают отца, приобретая базовые принципы и навыки жизни. И главное не застрять. Главное вот эту зону комфорта вот с материнской груди, просто лайтовые, простые, примитивные, прописные истины. Надо усложнять и надо напрягать мозг, напрягать характер. Главное не застрять в развитии. Стабильно и уверенно подниматься вверх по этой лестнице. От младенчества к отрочеству, от отрочества к юношеству и так далее. Как опытный и заботливый тренер апостол Павел торопит ленивых, инфантильных, застрявших во времени учеников. Евреям 6.1. Посему оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания. Блажен человек, который поймет это и вовремя перешагнет рубеж духовного совершеннолетия. Слава Богу за то, что он посылает нам навстречу своих паромщиков, своих наставников и своих учителей. Диана 18.24.28. Некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый. Я хочу показать сейчас, как выглядит младенчество в практике. Оно не такое уж и безобразное, оно прекрасное. Но если не будет стратегической программы развития, то все, что лишено развития, оно потом загибается и превращается в болото. Некто иудей именем Аполос, родом из Александрии, муж красноречивый, сведущий в Писании, пришел в Ефес. И подчеркнул 25 стих. Он был наставлен в начатках пути Господня. Сколько сегодня церквей. Прекрасно. И харизма есть, и движняк есть. И там, ну, все четко, но там начатки учения Христова. И смотрите, и кто-то может замечать, говорит, ну это каждая церковь имеет свое лицо. У каждого человека есть свое лицо. Вопрос не в том, какое лицо. Вопрос, какой мозг. Будет ли он развиваться? Или он будет просто вот в этой вот детской группе? Тематика, пища. От молока к твердой пище. Что такое начатки учения Христова? И что такое совершенство? Об этом сейчас поговорим. Вот как экземпляр. Аполлос. Муж красноречивый из следующих Писаний. Он знает, где что написано. Он владеет словом. Он владеет публикой. Но он наставлен только в начатках пути Господних. И горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннову. Баптист. Потому что крещение – это баптизм. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. Вы знаете, мы должны стать хетхантерами. Вот Акила и Прискила, они были охотниками за умными, талантливыми лидерами. И находить, и точнее объяснять путь Господень. Путь, что это за точнее объяснить путь Господень? Путь от начатков, от молока, от прописных истин, первых началом, слава Божьего, мы должны поспешить к совершенству. От букварей и разукрашек мы должны идти к высшей математике. Потому что государство строится не на букварях. И представьте себе, если бы наше государство, в нашей стране, люди в своем развитии ограничились бы программой. Вот начальные школы страна превратилась в общество дикарей, отсталых, ограниченных отбросов цивилизации. А когда мы говорим о Царстве Божьем, почему нам кажется, что мы будем выглядеть иначе? Если мы только в начатках застряли, не будет прогресса, не будет развития, не будет Царства Божьего. И мы должны ускорять, мы должны в Церкви созидать не общество больных, олигофренов, застрявших в своем развитии, в 40 лет сидящих на горшках и воняющих на три квартала. Мы должны строить общество совершенных людей. Вовремя, сквозь капризы, сквозь какие-то непонимания, переводить и говорить, а теперь вы находитесь на этой территории. Когда Орел выталкивает Орленка, тот кричит и говорит, вы что, родители, с ума посходили? Он даже не понимает, что за штуки висят у него по краям, но что эти штуки мешают ему ходить. А эти штуки должны мешать им уходить, потому что они приспособлены не для того, чтобы ходить, а для того, чтобы летать. И мы часто думаем, что то, что нам чаще всего мешает жить, на самом деле являются нашими крыльями. Этому Орленку, казалось бы, сидеть еще в этом гнездышке и, открыв рот, ждать, когда еще что-нибудь ему туда положат. Родители, мудрые педагоги, наставники вовремя выталкивают его из зоны комфорта. Вот это все знают. Оттуда берут всякие вот эти подстилки, вот эти всякие мягкие вот эти штуки и говорят, чувак, давай, начинай. I believe I can fly. И Линда должна обязательно эту песню спеть после этого семинара. Сказал уже. Да, рассказал. И смотрите, когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его и так далее. Какой вывод из этого рассказа? Не так уж они плохо выглядят в начале, как Аполлос. И красноречивый, и сведущий в писаниях, и харизма, и утвержденность налицо. Никакой ереси и перекоса в учении. Учила Господи правильно. Господи, но что еще нам не достает? Казалось бы, весь необходим арсенал для полноценного лидерства. Да за таким весь мир пойдет. И как легко может вскружить голову первичный опыт и успех. И так легко бывает застрять во времени. Сотрудники апостола Павла, супруги Акила и Прескила восхищались. Какая великолепная заготовка для настоящего реформатора. Они опытным взглядом определили дисбаланс харизмы и калибра его откровений. Как утверждает Лука, он знал лишь крещение Иоанна и был наставлен в начатках пути Господня. Такой прекрасный и многообещающий старт. Но у них невольно мысль подкрадывалась. Сегодня хорошо, а что дальше? Вот этот неприятный вопрос мы всегда должны задавать. Покаялся вам человек. Грехи прощены. Крещение Духом Святым. Получил. Освобождение получил. Исцеление получил. Просто что дальше? И у нас должна быть подготовлена учебная база, которая ведет человека к зрелости и к совершенству. Они не превозносились над ним. Они хорошо знали заповедь. Не навреди. Поэтому великодушно приняли его и точнее объяснили путь Господень. Точнее объяснили переход от молока к твердой пище. Точнее объяснили маршрут от начатков учения Христова к слову правды. Благодаря этому церковь в Ефесии была реформирована. Диане 19. После крещения Иванова они были крещены во имя Иисуса Христа. После чего Павел возложил на них руки и на них сошел Дух Святой, о котором они даже не слышали. И дальше написано, они заговорили на иных языках и начали пророчествовать. Вы можете представить, вот баптистская церковь, а вот тебе писядническая церковь, а там харизматическая. Мудрость в чем заключается? Вот знаете, я был баптистом. Я знаю, что это такое. Вот эти вот истории я, как говорится, пропустил, на своей шкуре испытал. Я был, вот как этот апост, я в баптистской церкви. Я неплохо проповедовал. Там и музыка была, и там всякие там перформансы были. Но когда я возвращался домой, я всегда чувствовал, чего-то мне не хватает. А знаете, чего не хватает? Сверхъестественно. В каждом из нас есть потребность. А что такое сверхъестественность? Я в баптистской церкви спрашивала, а что такое чудеса? А вот здесь исцеление происходит. У меня мама умерла в 40 лет, потому что в баптистской церкви, куда мы ходили, никогда и никто не молился за исцеление. Там было учение, что все Бог дает, благодари Бога за то, другое, третье, четвертое. И никто за нее не молился. Сколько я ходил до 25 лет в баптистскую церковь, я никогда не видел, чтобы пресвитер там был, пресвитер, чтобы он приглашал людей вперед, возлагал на них руки и молился за исцеление. Это вообще, это вообще категорически отметалось. Там было такое учение, что тот, кто говорит на языках, это от дьявола и все такое. Я вот в такой церкви был, вы понимаете? И там были начатки, там было много чего хорошего. Запрещали курить, прикиньте, а? Я до сих пор не курю. Запрещали ругаться матом, прикиньте, а? Иногда проскальзывали, плохое воспитание. И запрещали драться, почитать родителей, знаете, начатки. Тоже запрещали. Почитать, учили, учили воскресенье быть в церкви, родителей почитать. Не осуждать, но это чрезвычайно мало. Это только начатки ходить в церковь, а там тупые проповеди. И ты понимаешь, что, ну, что дальше? А дальше ничего. И благодарение Богу, что вот такие паромщики приходят к человеку, который, ну, уже и вот здесь вот, в начатке. Благодарите Бога за тех, кто однажды вам подсказал, точнее объяснил путь Господь. И вот эта семья Мертосов, которые мне объяснили, я сказал, слушай, тебе крещение Духом Святым надо. И я понимал, как баптии, что меня выгонят из церкви. И меня выгнали из церкви. Но если ты хочешь развиваться, во-первых, вы сами себе должны, прежде чем кого-то учить вот этим вещам, вы должны пройти сами этот путь. Акила и Прискила, они не теоретически, где-то прочитав эти тезисы, кому-то что-то преподавали, я думал, у вас есть. Сформулируйте, пожалуйста, свой путь развития. Когда вы были в начатках, когда Бог менял менталитет, когда вы вдруг начали познавать твердую пищу, попробовали, зубы растут. Запишите откровение. У детей зубы растут. А если зубы растут, то дайте работу этим зубам. И когда я пережил крещение Духом Святым, вы знаете, это у меня было... Это революция была. Это революция была. Это был прорыв к совершенству. Во-первых, прорыв в молитвенной жизни. Мы сколько после крещения молились часами, телевизора не было, интернета не было, ничего. Мы молились. В евангелизме был прорыв. В познании Слова Божьего был прорыв. Но я бы туда сегодня не вернулся. Потому что это все было начаткой учения Христова. И смотрите, что было там в Ефесе. Там было все пропитано сверхъестественным, небесным. Откровениями царства. Общественное мнение в городе поменялось. Колбуны публично сжигали свои книги на площади, провозглашая Иисуса своим Господом. А Бог творил руками Павла великие знамения и чудеса. Вчера менялись судьбы отдельных людей, а сегодня Господь преобразует в судьбу целого города. И запишите, только реформированная церковь может реформировать общественное состояние. Младенцы никогда не изменят церкви и не изменят города. Только те, которые поспешили к совершенству. Только те, кому точнее объяснили путь Господень. Вот что означает переход от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. И следующий пункт очень важен. Совершенными нас делают не начатки учения Христова, а более зрелые откровения, которые здесь обозначены как твердая пища или слово правды. Совершенными, зрелыми, влиятельными, успешными делают нас не начатки учения Христова, но зрелые откровения, которые обозначены здесь как твердая пища или слово правды. Это первая глава. Вторая глава – лестница Иоанна. Или шкала Иоанна. Как определять духовный возраст. То есть до этого это было интро. Так, теперь тест. Лестница Иоанна. В духовном мире есть много лестниц. Однажды Яков увидел одну из них. Она стояла на земле, а вверх ее касался небо. А вместо перил стояли ангелы. Яков был внизу, а Господь был наверху. И вопрос, а для чего эта лестница нужна? У нас у каждого, у ребенка будет такая тема. Лестница нужна, чтобы Бог опустился к нам на землю. Это философия детей. Но Бог эту лестницу поставил не для того, чтобы сверху опускаться вниз. Он поставил только для того, чтобы повзрослевшие люди могли подниматься к Богу от веры в веру, от силы в силу и от славы в славу. Дети капризничают, лежат возле первой ступеньки и кричат, Бог, иди сюда, Бог, иди сюда. Когда же ты сойдешь на небо? А Бог говорит, иди сюда. Так вот, вопрос. Для чего она была, эта лестница? Чтобы по ней Господь к нам спускался? Или же, чтобы мы по ней восходили к Нему? Я думаю, Яков понял, что Господь не собирался опускаться. Напротив, пригласил его подняться. И чтобы с самой высокой ступени Яков мог увидеть горизонт обитованной земли, которую он передает в наследие. Он сказал, иди сюда. Видишь ту землю? Вот эта земля. О, запад, восток. Эту землю я тебе говорю. Не поднявшись по лестнице на высоту, ты не увидишь своей обитованной земли. Ты не увидишь своего наследия. Ты вообще ничего не увидишь. А Иоанну Бог показал, в принципе, то же самое. И расположение такое же. Соединяет землю с небом, Но эта лестница более универсальна. И там всего 4 ступени. Лестница Иоанна имеет только 4 ступени. И через ступеньку перепрыгнуть невозможно. Только последовательно. От веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Вот как этот процесс описывает Иоанн. Откройте, пожалуйста, 1 Иоанна 2, 12, 14. Пишу вам, дети, потому что прочими вам грехи ради имени Иоанна. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. Итак, давайте постараемся обобщить. Первая ступень, запишите. Первая ступень по шкале Иоанна, или по лестнице Иоанна, это уровень младенчества. Пишу вам, дети, потому что прочены вам грехи ради имени Иоанна. Когда мы говорим, начатки учения Христова, оставивши начатки учения Христова, что подразумевается под этим словом? Вот, пишу вам, дети, вот ваше молочко, вот вам это самое детское питание. Пишу вам, дети, потому что прочены вам грехи ради имени Иоанна. Вот основание, вот начатки учения Христова, вот оно, чистое словесное молоко, которое должны возлюбить младенцы, дабы от него возрасти во спасение. Это первый этап. Вторая ступень, это уровень отрочества. Пишу вам отроки, потому что вы познали Отца. Что это значит? Вчера я уверовал, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вчера я познал, что кровь Иисуса омывает меня от всякого греха. А сегодня, на этом втором уровне, я понял, что Дух Святой, это Дух усыновления. И Бог, который послал Сына Иисуса Христа в мир, это мой Отец родной, а я Его Сын. И я чувствую, что Дух Святой начинает свидетельствовать Духу моему, что я Его ребенок. Дух усыновления. Что такое главное откровение в следующей ступени? Главное откровение первой ступени, младенчество, мои грехи прощены. Я исцелен на Голгофском кресте, Христос меня искупил. Окей. Что дальше? Дальше ты должен понимать, если ты рожден свыше, если твои грехи прощены, значит, ты получишь откровение об усыновлении. Запишите. Откровение второй ступени отроческого уровня, это усыновление. Оказывается, на небе это не просто Бог космический, это мой Отец, а я Его Сын. А если мы Его дети, значит, наследники. А это значит, я познаю Его генетику, потому что в ребенке, в любом ребенке, рожденном, генетика родителей, она начнет двигаться, активизироваться. Поэтому второй уровень отрочества, это откровение усыновления. А если ты, вы сыны Божьи, значит, вы наследники и сынаследники. И когда, и когда ребенок начинает понимать, кем папа работает, это уже другое понимание. Младенцы не знают, кем папа работает, а отроки, они уже начинают видеть, на какой машине папа приезжает, где папа работает, а папа в космосе работает, в Царстве Божьем работает. Посмотрите, сынок Лукашенко, как себя ведет. Но это не пример для подражания. Но Бог так хочет своим детям открыть себя и сказать, я вообще-то великий, я всемогущий, я победил всех врагов, и ты на моей стороне. Поэтому на втором уровне, это как в церкви сейчас, многие церкви, папочка, папочка, траля-ля, топаля, начинается вот это вот, как бы, понимание, что ты не одинок с прощенными грехами, что ты возлюблен Богом, что ты усыновлен, и что у тебя есть крыша. Третья ступень, это уровень юношества, или уровень совершеннолетия. Это уровень, написано, пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Младенца лукавого, духовные, не знают, что такое духовная брань, они не знают, что такое война, они защищены. Даже тот, кто говорит, папочка, и благодать, супергрейс, это тоже важно, это необходимо, но это промежуточная ступень нашего духовного возраста. И здесь еще не пахнет, а когда уже юноши выходят на улицы, когда банды встречаются, когда дьявол встречается, проклятие встречается, отроки не могут воевать, младенцы воевать не могут, а юноши, которые поняли, кто стоит за ним, какие откровения, я видел сатану падшего с неба, я даю вам откровение, даю вам власть наступать на всякую вражью силу. И здесь приходит духовное совершеннолетие, и здесь юноши духовные, это уже третья ступень, они вооружаются откровением, тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. Закон духа и жизни освободил меня от закона греха и смерти. Дьявол, ты под моими ногами. И вы помните, это харизматический период духовной брани, когда мы восстань, Господь, и рассеются враги. Это уже другой уровень. Это необходимо. Необходимо себя видеть и на первом уровне. Грехи прощены, исцеление, освобождение, разрушение проклятий. Все четко. Теперь я понимаю, что я усыновлен. Дух Святой Сергеевич, что мы, дети Божьи, отец во имя Иисуса. Я опознаю свою генетику взрослея, как юноша совершеннолетия. Я понимаю, что это не просто членство в церкви, это практические вещи, что во имя Иисуса Христа я могу разрушать дело дьявола, я могу разрушать царство смерти и утверждать царство божие это третье главное откровение это власть это власть которую отец дает своим повзрослевшим сыновьям я даю вам власть можете сюда подогнать все обетование что я видел сатана падшего с неба и поэтому даю вам власть наступать на всю вражью силу и и и и будете изгонять бесовыми то есть дары святого духа они тебе даются как ядерное оружие и ты уже можешь исцелять больных ты можешь изгонять бесов ты уже практик то есть совершеннолетие это когда ты максимум берешь ответственность за духовный климат ты вооружаешься облекаешься во все оружие божие чтобы когда наступит этот день x или как день злый чтобы ты облегшись во все оружие божие мог устоять и все преодолевшие победить и достигнуть так вот и нам кажется вот это апогей а что еще а вот и нет юноши должны дальше взрослеть и вот здесь уже мозги напрягаются и плывут так а все-таки павел ян говорит а еще еще дальше вот что значит спешить совершенству смотрите третья ступень это уровень юношиства это этап совершеннолетия это момент получения власти от нашего господа чтобы сражаться вот как выглядит переход от молока к твердой пищи вот что значит спешить к совершенству не засиживаться не тормозить не считать себя достигшим но забывая задние и простираясь вперед стремится к цели к почести вышнего звание во христе иисусе штука вышли это ты на ступеньку идешь выше ревнуть и о дарах больше и я покажу вам путь превосходный сегодня ты бесов изгонял в церкви завтра как павел ты будешь изгонять кабинетах власти поймите что это это вот глобализация моя цель высшее звание во христе иисусе какие там начатки не собираюсь по 10 лет сидеть в одном классе начальной школы царства божьего духовных юношей не кормят молоком там пища тверже и калорийнее до грехи прощены и теперь ты возлюбленный сын божий а если сын наследие а это значит у тебя такая же власть и такой же авторитет как у иисуса если я судя по времени должен быть юноши я им и буду любой ценой без всяких комплексов и отступление я принимаю вызов поймите здесь мы должны на этой ступени просто вовлекать я помню когда мы ездили на евангелизацию я настю брал вот такую она мелкая была и когда молился за людей и изгонял беда скоро настя иди вместе со мной она вместе молилась молилась человек упал как папа я не хотела мы должны чем раньше их вовлекать и не говорю они ничего не понимают вот пусть лучше они служат богу не понимая чем грешить не понимая мы должны спешить слово спешить подчеркните это значит не тормозить это значит не не рассусоливать это значит не торчать в кан на каждой ступени по сто лет это значит развиваться спешить к совершенству повторяю совершенными нас делать не молоко а твердая пища которая есть ничто иного как откровение о нашем безграничном развитии во христе иисусе и вот наконец четвертый уровень уровень отцовства это выход стратосферу это выход в открытый космос стих 13 14 пишу вам отцы потому что вы познали сущего от начала а потом написал вам отцы потому что вы познали безначально безначально для многих эти слова зашифрованы закодированы запечатаны а значит лишены всякого практического смысла познали безначального и познали от начала сущего вот здесь начинается ключ к откровению вечность отцы отцы открывают вечность почему эти откровения они должны звучать это говорит о том что в церкви есть отцы а отцовство определяет защищенность полноценность стабильность и божественное предназначение как павел говорит у вас тысячи наставников но немного отцов у отцов другие откровения для кого-то это ключи царства божьего это ключи откровения о вечности четвертая ступень это где отечество земное встречается и познает отечество небесное но то что вчера мы не обращали никакого внимания сегодня вдруг становится центром главных откровений объект познания здесь не один хотя тысячу раз это перечитывал безначального начала сущим здесь объект познания не один их здесь двое безначальный и от начала сущий это отец и сын отец безначально от отца сын божий здесь уже думает о том что он не может быть предвеченном 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 это мы выходим и вы будете ощущать сами когда это будете говорить потому что сколько раз я это говорю это невозможно просто как спокойно чувствовать мы улетаем в космос безначальный это отец а от начала сущий это рожденный от отца сын божий здесь уже другая высота другие горизонты это уже не молоко а твердая пища это уже не начатки учения христова а глаголы вечной жизни запишите эти фразы которые были ну как бы литературными интересными вот такими вот оборотами сейчас они приобретают совершенно другой смысл это глаголы вечной жизни это ключи царства божьего это ключи от откровения вечности начатки освещают лишь фрагменты его величественной программы искупления начатки учения христов запишите освещают лишь страницы его земной автобиографии откровение отцов открывают страницы его небесной автобиографии вечно то есть на экологическом правде или глаголы вечной жизни открывают полную картину мироздания страницы его небесной автобиографии где его прошлое настоящее и будущее предстают перед нами с позицией вечности то есть на этом уровне главное откровение четвертая ступень послание к отцам бог издревле всегда говорил отца о чем он говорил он говорил о вечности и вот здесь мы касаемся лишь просто краем ухо краем сознания вот к этому важному откровению о вечности где прошлое настоящее и будущее предстают перед нами с позицией вечности ну как можно до конца разобраться в настоящем не зная прошлого не зная с чего все началось а если точнее с кого все началось да не про космос речь идет а речь идет о познании отца и сына следующий пункт главный представитель вечности это отец которого я здесь называет безначально и сын божий которого он называет от начала сущий следующий тезис история Иисуса началась не с Рождества в Вифлеемских яслях и не закончилась Пасхой история Иисуса Христа началась намного раньше история Иисуса началась задолго до того как появились первые пылинки вселенной до того как появился Авраам Моисеем до того как появился Иов до того как появилась Библия прежде создание мира ключевая фрама вот что означает развитие совершенства стремительный переход от веры в веру от силы в силу от славы в славу по лестнице Иакова и по ступеням Иоанна если лестница Иакова и лестница Иоанна стояла на земле а вверх ее касался небо это значит на верхних ступенях этой лестнице ты будешь видеть небо и будешь видеть вечность на первых ступенях ты не увидишь этих горизонтов эти откровения ты получаешь на самое высокое почему здесь и написано чем выше по этой лестнице следующий пункт и чем выше по этой лестнице тем меньше нас остается давайте призываю большинство церквей на первой ступени про грехи про исцеление про проклятия проще отрочество уже меньше процентуально духовная брань еще не кто там сейчас занимается и кто сегодня говорит о вечности скажите посмотрите тематики конференции посмотрите тематики семинаров затем как мало говорят о вечности я просто цитирую и и и и и и и Иллюстрирую чем выше по этой лестнице тем меньше нас осталось ибо хотя у вас тысячи наставников во вновь Но немного, отцов, я родил вас во Христе Иисусе, благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Сколько раз пробегая мимо этого места, акцентируя послание Иоанна к юношам, которое, как мне казалось, было наиболее актуальным и практическим, его послание к отцам лично для меня было довольно странным и загадочным, максимально зашифрованным, а значит максимально невостребованным. То, что я не понимаю, я не практикую. Но с определенного времени эти места Писания ожили, заговорили и даже взбудоражили. Послание к отцам приобрело и актуальность, и практичность. Я понял, что здесь речь идет и об отце, и о сыне, с позиции вечности. Вот оно, слово правды. Отец Небесный открывает отцам свой взгляд на мироздание, а также на себя и на своего возлюбленного сына. Их титулы говорят о многом. Безначальный и от начала сущий. Они существовали задолго до того, как появилась вселенная. Это откровение раздвигает границы нашего мышления. Давайте признаем, что долгие годы мы были заложниками понимания Иисуса, который был ограничен Его земной миссией. У нас Христос начинался с Рождества, и мы каждый год тихую ночь пели. И каждый год мы Пасху отмечали. И я себя словил ночом. Что вот 33,5 года, из которых 3,5 понятно. Это то, что я знаю о Христе. А если Он был прежде создания мира, я о Нем ничего не знаю. Если я не знаю об Иисусе, до того, как Он пришел на землю, как я могу до конца разобраться, кем Он был, когда Он был на земле? Для нас настолько привычно. В Адаме все согрешили, все умирают, во Христе оживут. И нам казалось, что Адам первичен, набедокурил, дров наломал, а потом Батман или какой-то там Супермен, герой номер 2, Христос, пришел, разрушил дела дьявола. И мы отчитываем свою историю или свою биографию с позиции земной миссии Иисуса Христа. И когда мы сейчас начнем читать, вот именно эта ограниченность делает нас ограниченными и в молитвах, и в проповеди, и в самопознании. Моя история началась не с грехопадения Адама в Едемском саду, а с того, что когда еще мира не существовало, Бог меня избрал во Христе прежде создания мира. И когда в этой первосвященнической молитве Иисус молится, Господи, я исполнил волю Твою, и ныне прослав меня той славой, которую я имел прежде создания мира. И потом про учеников молится, Господь, и допознают о них, мои ученики, ту славу, которую Ты мне даровал прежде веков. Бог так заинтересован, чтобы откровение о вечности, оно вернулось в церковь. Без откровения о вечности моя суть об Иисусе ничего не знает. Мы знаем только страницы его земной автобиографии, но без понимания, что было до и что будет после, это опять настолько все зашифровано. Поэтому Бог дает откровение Отца. И я здесь как бы излагаю с такой мысль, история Христа началась не с Рождества, и не закончилась Пасхой. Это на земле ему было за тридцать, а по небесному летоисчислению Сын Божий, персона вечная. Он тот, кто был, он тот, кто есть, и он тот, кто грядет. Его рождение в глубинах вечности, прежде вековых времен, является началом всех начал и во Вселенной. Он тот, кто был, он есть тот, кто есть, он тот, кто грядет. Откровение 1, 4, 8. В нем сочеталось прошлое, настоящее и будущее мировой истории. Он тот, кто существует вне времени, материи и пространства. Запишите, это титул нашего Господа. Он персона вечная. Он тот, кто существует вне времени, материи и пространства. Это уже не разговор для детей, это уже разговор не для детей на фоне тихой ночи возле елки, палки. Пишу вам, отцы, потому что вам открыто в полном объеме панорама предвечных замыслов Творца. Ты скажешь, и что мне дает это откровение? Я скажу, оно изменит твою молитву. Оно изменит твое поклонение. Оно изменит твое отношение, потому что неправильное представление об Иисусе, запишите, строит неправильное отношение. А неправильное отношение разочарует тебя. Если у тебя есть откровение об Иисусе, то есть правильное представление об Иисусе, правильное представление об Иисусе построят правильное отношение. А правильное отношение тебя сделает великим. Когда ты знаешь, что Иисус представитель вечности, и что в нем ты избран, и что первично в твоей судьбе это не проклятие Адама, а благословение, которое во Христе Бог даровал тебе, ты понимаешь, что первичные вещи, они имеют власть над вторичными. Долгими годами мы говорили, в Адаме все умирают. Мой фундамент. С чего началась моя история? Мы в Адаме все умерли, во Христе ожили. Адам первичен, Христос вторичен. Поэтому с этим проклятием носятся, как списанные торбы десятками лет. Когда мы поймем, что первично я благословен в небесах. Давайте откроем. Давайте откроем сейчас Ефесянам. Просто Ефесянам откроем и заложим этот мощный фундамент. Ефесянам. Первая глава. Ефесянам. Первая глава. Подумайте только. Это вот, кто такие Ефесяне? Это те 12 человек, которым пришел Павел, которым Аполос проповедовал, о крещении Иоанна. Можете себе представить, сопоставим питание и воспитание. Чем мы кормим людей? Такими они и будут. Если мы еще 27 лет будем говорить только про грехи, только будем говорить про проклятия, только говорить про слабости, они и будут слабыми. Ну, представляете, когда пришел Павел, он говорит, точнее объяснил путь Господня, сказал, от первой ступени прощения грехов переходите к отречеству, познайте, что вы усыновлены, что у вас отец в космосе работает, он вообще хозяин Царства Божьего, у него вся власть, владычество, и ты его наследник. Да, так используй это наследство, кроши этого дьявола, у него нет власти, у тебя есть власть. Да ладно! Во что ты веришь, то и будет происходить. Он же отнял силу у начальствующих власти? Нет, не отнял. Окей, как ты веришь? Запомните, сила дьявола в нашем невежестве. И чем мы более невежественны, тем больше власти дьявола в нашей жизни. Но когда мы вдруг познаем, что тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире, что Христос в нас, а он победил дьявола и отнял силу у него. Понимаете, какие откровения об Иисусе? Такова наша вера, наша молитва, наше служение, наше влияние и наш авторитет. А здесь Павел, и смотри, Ефесянам 1-го, это те 12 человек, которые были вообще-то из язычников. Они вообще-то вот этой страшной, вот этому идолу поклонялись. Артемида, Ефеска. И момент истинный. Павел не стеснялся говорить о глубоких откровениях. Дух Святой запишите, он как раз и будет расшифровать. Если вместе с тобой Дух Святой работает, не стесняйся говорить о глубоких откровениях. И не сетуй на то, что тебя кто-то не понимает. По-человечески не поймут, а Дух Святой все поймут. Чем раньше ты начнешь кормить свою церковь, своих последователей твердой пищей, глубокими откровениями, глаголы вечной жизни должны звучать, откровения вечности, тем церковь раньше встанет на позиции влияния и победы. Смотрите, что он к Ефесянам пишет. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. С чего моя история началась? Я не проклят, я благословен. Вот просто это надо к себе объяснить и объяснить всем. Ты не проклят, ни с Адама началась твоя судьба, ни с его грехопадения и ни с Едема твоя судьба началась с небес, моя Родина небеса и прежде чем я родился, прежде чем я родился, я благословен в небесах всяким духовным благословением. Я благословен и я беру на вооружение принцип первичные вещи они всегда мощнее вторичных вещей. Грехопадение Адама это вторичные категории, а мое благословение в небесах во Христе Иисусе оно первично. И всякие вот эти спекуляции на тему предизбрания, кальвинизм, семя Исава, семя и Аакова и все такое. Да прежде чем Кальвин появился, да прежде чем Моисей появился, прежде чем Исав появился со своими там этими похлебками, прежде чем вообще мир появился, я во Христе избран и благословен. Ребят, вот этого не было. Вообще все вот эти ложные религии рушатся, у них же у всех только документ, Иисус был только две тысячи лет назад, там Кришна или это, они все раньше. Так вот, Павел, он крушит все, и мы должны революцию лично для себя пережить, что не с Адама все начинается. Я благословен, прежде создания мира всяким духовным благословением на небесах, прежде чем на земле что-то появилось, прежде чем на земле появились ангелы, там люди, грешили, не грешили. Это все вторично, первично, я во Христе благословен на небесах всяким духовным благословением. Я и самое великое благословение, которым меня Бог благословил. Третий, четвертый стих, Так как Он избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святыми и непорочными перед Ним в любви. Самое великое благословение. Иисус сказал, не вы меня избрали, а Я вас избрал. И нам кажется, когда читаешь, ну да, после библейки, 4 года назад, Христос меня избрал. Эй, каман, каких 4 года? Какая библейка? Когда еще библеек не было? Когда ни одной школы не было? Запишите, прежде создания мира, все было решено на небесах, во Христе Иисусе, насчет меня. Во что ты веришь, то и будет происходить. Во что ты веришь, то и будет происходить. Так как Он избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святыми и непорочными перед Ним в любви. Вот, что отцы говорят. Друзья, мы должны ценить отцами, которые говорят о вечности. Они познали. Что мы сейчас прочитали? Мы прочитали практическое применение от главного откровения на четвертом уровне. Пишем отцы, потому что вы познали безначального, то есть отца, который избрал вас от начала сущего во Христе, чтобы вы были благословенны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я не знаю, меня тащит отсюда. Итак, четыре уровня развития. Мы чуть-чуть углубимся позже. Я сейчас просто... Вот это вторая глава, что есть тест. Тест. Это шкала Иоанна. И мы можем себя определить на каком-то уровне. И мы должны быть честными. Если застряли на каком-то, мы должны просто, забывая заднее, сказать, Господь, я хочу двигаться дальше. Господь, я не хочу застрять. Я не хочу вокруг одной горы 40 лет ходить. Я не хочу в один класс 10 лет ходить. Да что это за нормальность? Помните, в нашей школе 3 года сидел. Ну, ты дебилы, что ли? В одном классе, как, на третий год оставили. Да зачем тебе оставлять? Уходи отсюда, и все. Иди чему-то научись. Итак, 4 уровня развития. И на каждом из них свое питание, соответствующее воспитанию, цели и стратегии. И здесь Иоанн предлагает нам пройти тест на зрелость. Определи, какой из этих уровней откровения и жизненного опыта тебя интересует больше всего. Но самый главный и каверзный вопрос – да кто же настоящий я? Где мое лицо? Где поглядная суть моя? Кто я в конце концов? Младенец во Христе? Отрак, юноша? Или же, может быть, я уже созрел, быть отцом, чтобы передавать грядущему роду славу Божью? Без честной самооценки и непредвзятого самоопределения не может быть успешной самореализации. Время диктует события, жизнь продолжается. Время диктует, а мудрый ему подчиняется. Время диктует события, голос закона. Но главное – нам не пропустить смену сезона. Идем дальше? Давайте тормознем, а? Это перебарительно. Что? Но спиртное развитие надо, но всякие функции. Ну все, может, произойти. Ступенья Иоанна, так вот. А, да и, да. А, да и, да. А, да и, да. Это первый раз. Вы раньше были? Ступенья, это вообще? Как? Это первый раз, да, ступенья на тебя дали? Да. Нет, ну, а если не иметь критериев, ну, можно фантазировать туда, все. Ну, а дальше по шкале Иоанна проходит тест не просто индивидуальный человек, а церковь. Павел пришел, говорит, Каринфянам говорит, я не мог с вами, говорит, как с духовными. Я хотел вам вот это рассказывать, ну, что мы сейчас, что к висянам, он говорит, но у вас, вот. Вам нужно молоко, а не твердая пища, потому что вы плотские. Если оценивать вас в пределах, ну, а мы сейчас говорим, вот какие руководители, так они церковь. Какой поп, да? Какой поп. Бывают приколы, что церковь не будет. Я знаю, в одном городе, где церковь ушла от пастора, честно. Я не буду пастором, которому Бог сказал, реально, сам мне рассказывал. Любишь ли ты меня? Люблю, Господи, ты знаешь. Сделаешь ли ты для меня, что я тебя прошу? Сделаю, Господи. Оставь, пожалуйста, церковь. Я не буду пастором, я честный человек, поэтому Бог его благословил, и он это сделал. С одной стороны, когда проповедуешь, ну, вот эту проповедь, и людям пища для размышления, оцени, продиагностируйся, ты на каком уровне сегодня находишься, и плюс мотивация, окей, если ты на этом уровне, у тебя есть мотивация быть выше, двигаться дальше, нет вообще предела совершенства. А с другой стороны, если ты как проповедник приезжаешь, это же тоже важно тебе почувствовать, а какой уровень этой церкви, что ты сейчас вообще можешь тут проповедовать, первый, второй, третий. Ну, одно утешает, что Павел не стеснялся проповедовать никакой уровень. Нет, ну, что он не смог говорить. Нет, вот если мы дальше его пошли, он говорит, что я у вас не хочу знать ничего, кроме Иисуса Христа, причем распятого. Тысячи проповедников говорят, что это высота Евангелия, нам ничего не надо знать, кроме Христа распятого. Павел говорит, это начатки, это молочко. Пишу вам, дети, потому что прощены грехи, и все. Он говорит, премудрость же мы проповедуем, вот вторая глава, вот эта вот, конец, в другой аудитории, не видел того гласных, но не вашей. Вам эта пища не по зубам. Совершенно. Хорошо, давайте вот посмотрите, что вы сейчас записали, и, пожалуйста, разбейте это на логические блоки. Первое, это здесь два больших, две больших части. Давайте, первая часть, это духовный возраст, питание и воспитание. И второе, это шкала Иоанна. Да. Вот что вы запланировали, законспектировали? Пожалуйста, оцените, подчеркните, насколько бы логических блоков вы могли разбить и первую часть, и вторую. Ну, согласитесь, она такая интересная тема. Ну, вот эта вот кестница Иоанна, это вообще универсальное учение. Ну, вот кальку ложишь и все. Сколько раз путался в этих безначальных... Сидишь и путаешься, сидишь и путаешься, но до двух никогда не обдумывался. Это откровение. Я сам сколько пробегал, ай, этот Иоанн всегда, что ты как, ну, придумал все. Это безначальный, и сущий от начала. Да. И потом думаешь, а начало что такое? То есть, в начале было слово, слово было у Бога, и что там было? И слово было у Бога. А он, сущий от начала. А Бог, это безначальный. Такая вообще вот эта наложить на бумагу. Ну, давайте, посмотрите. Значит, духовный возраст, питание, воспитание. Давайте, какие здесь ключевые мысли, и какие здесь логические блоки, практические. Вот здесь меньше философии, а больше вот практически, что мы должны... Ну, фундаментальные принципы, что дети на своем... Восторги от этих ступеней. Просто думаю, это настолько сбалансировано, потому что, когда это звучит как крайность, ты приходишь, и, ну, понятно, что люди сейчас на этом уровне. И ты говоришь, вот это все, не то учение, нужно там стремиться к совершенству. Люди обижаются, потому что они реально не понимают, у них мозг не вымещает. А тут просто сбалансировано, ты на все уровни разложил, и каждый смотрит, видит. Это честно, логично, доступно. Вообще, меня прямо просто впечатлила, что лестница, я не отторваться не могу. Да, ты сразу видишь, что делаем амбиции, делаем гордость. И не крайности, а тут... Просто, если ты говоришь с младенцем, а ты сам юноша, то вы друг друга не понимаете. Да. То, о чем мечтают юноши, младенец даже этого не знает. Хорошо, давайте логические блоки. Давайте, насколько бы... Давайте, сейчас первую часть. Духовный возраст, питание, воспитание. Какие ключевые мысли до лестницы Иоанна? Я бы, какие мысли, какие желудки, и чем я питаюсь, чем я питаюсь. Свяжите, вот, пожалуйста, питание и воспитание. Это очень оригинальная комбинация, но чтобы она как бы запоминалась, чтобы она даже была... Да, очень духовный возраст, что это соотношение божественного и человеческого. Кстати, это очень сильный принцип. Да, базовый. Генетика духовная преобладает над физической, то есть, чем больше. Вы что-нибудь записывали или нет? Я бы все записывала, потому что думала, как по блокам почти. Вы спросили сразу по блокам разбить, здесь же не можешь все... А это обязательно по блокам разбивать.